Было 75, стало 4,5. 4,5, 2, 10. Так, у вас что? Было 7,8 в начале. Потом и последнее. Последнее я на 6,9. То есть на 10, я сделала. Слушай, 4,5, 4,5, 3,5. Так, у вас что? Слушай, 4,5, 3,5, 3,5. Слушай, 4,5, 3,5, 3,5, 3,5. Поехали. Продолжение следует. 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 Но это не зрелищно. И он поэтому еще, кроме того, плохо знает работу, боятся выходить. И он придумывает первый сайт, который он привез, это мы говорили с вами, и делает такие вечеринки вива-пати. То есть хозяйке ты обещаешь бесплатное измерение за то, что она приведет гостей. Если они подпишутся, зарегистрируются, то еще она получит мотивацию и еще она получит подарок. То есть она пригласит своих гостей, тогда планировалось дома, в офисе, на работе, но потом сюда начали приглашать, неважно. И вот она приглашает, она же понимает, ага, если я приглашу двух-трех своих подружек, у меня будет подарок, если они зарегистрируются, точно будет бесплатно мне измерение за то, что я пригласила. А если они еще и подпишутся, еще и мотивация вот этого крайне цифра. Почему нет? Да? И расчет был, конечно, у меня дальше это проделка. Вот еще одна у нас очень хорошая была. Это мы все говорили с вами. Ага. И как это вот расчет, как мы зарабатывали? Кстати, это расчет по теме сейчас. 12-й год. Это еще сколько там? 30 или 40? 40, наверное, да? Ну, в два раза. Сейчас, может, умножить на два. То есть, и вот мы сделали этот расчет. Не по одному приглашать на измерение, и не сами только, а сказать своей подружке, слушай, приглашай. Есть ли у тебя там регистрация, нет ли, это уже потом. Так вот, как только она решила, да, решилась с одной, с организатором. Помните, я вам показывала циферки наш отчет, что было проведено 265, а заказано 276. Вот это как бы новые заказы, новых... И тогда, представьте, какая хорошая стратегия, поднимался вот этот класс неподъемный, потому что меня кончили знакомые. Просто так эти не хотят вести. И вот он поднимается, и вот тебе регистрация. Вот такая у Томаса была стратегия. Кроме этого, смотрите зал, только на вивопатии. 20 вивопатий, то есть это 5 дней в неделю работаешь, 2 выходных, как положено, вообще бизнес делается. Никак, ну, не важно. И вот здесь вот просчет, сколько с каждого человека. Аня. У меня вопрос. Вот когда на вивопатии я пригласила, допустим, 2-3 человека, допустим, да, и я уже начинаю с нейроработку. Чтобы посчитать карту здоровья, это занимает нейтрин? Нет, с ними бесполезно. Если у него там одна проблема, и чего-то там чуть-чуть, да... Это нужно уже наедине понять. Вот здесь очень хороший вопрос, Аня, очень хороший вопрос. Сейчас я запомню его, пожалуйста. Так вот, ну и вот, пожалуйста, да, это как бы понятное дело. Чего-то начали делать. Потом что делали? Как подумать? Проходит оборон. Ну, просто старые клиенты приходят, через вивопатии получают сами подарки. Никаких холей, никаких исторификаций, никаких... То есть сижу, даже руку не прикладываю. Вот просто даже руку на вивопатии... У Томаса все было... Он видел сразу, что руки не было. Вот есть вивопатия, а рук нет. Ребята, что вообще? Ну, и вот он начал как-то что-то переделывать какие-то... Ну, великие руки на руку, ничего себе. Все понятно. Вот стратегия вивопатии была вот такая. И вот здесь очень хорошая презентация. Кому надо, дадим эту презентацию, да, посмотрите. Так, важные вопросы. Когда, где, у кого, с кем, сколько гостей. Это все оговаривается с хозяином. Ну, это по-трешему... Ну, конечно, есть, но вы сами там поймете, сколько там... Да, ну, три это прям много. Вообще хорошо уходить по двое вивопатии. Ну, я не знаю, как сегодня такое вивопатия, если мы собираться боимся. И сейчас опять чего-то там. А так, вот все планы, все законы. Мы убрали вообще сегодняшнее на обучение эту презентацию. Вот она есть у Лидимитрофана, но мы ее убрали. Потому что что про это говорить сейчас, если этого нет? Но вы по-прежнему можете использовать этот прием. Сказать подружке, слушай, если ты приведешь там своего одного хотя бы в офис сюда, да, на Биофисах, то тебе будет бесплатное измерение. А если он подпишется, тебе будет... Мне будет подпишись. То есть этот прием все равно можно использовать. То есть все равно можно сказать, слушай, ты приводи, приглашай, смотри, приходи сама посмотреть. Да, еще один вопрос. А если я организовываю вивопатии, я должна обязательно срегистрировать его на сайте? Есть разница. Что за вагирование не будет вивопатии? Нет, не обязательно. Нет, смотрите, есть разница между организатором и хозяйкой. Мы сейчас, чтобы не путались в терминах, да? Организатор, ну, я думаю, что организатор – это тот, кто проводит измерения вивопатии. А хозяйка – та, которая приглашает гостей и имеет право вот на эту сплатную диагностику, да. Вот. А здесь уже, смотрите, все прописано. Что оговаривается с хозяйкой? Что она должна встретиться? Где у нее должен быть чай? Не должно быть телевизор включен, никаких отвлекающих моментов, расслабляющий аккуратно. Так, и чего нужно знать? Ну, это вот эта вот линейка, по которой мы прорабатываем. Вот это те самые рамки, по которым мы должны понимать. Это может быть полтора часа, если человек более расслаблен или медленно говорит и медленно слушает, естественно. Это может быть покороче. Вот здесь снова системы и снова-снова советы консультантов. Вот это у вас есть, да? Есть уже? Ну, как шли? Ну, презентация есть. Вот. И приглашаю на следующие встречи. Создаю долгосрочное. Та-та-та. Встреча состоялась. В общем, ребят, смотрите, вот это все надо просто вам просить внимательно почитать. Это есть и книжка. Ну, не это именно, мы не книжки списывали, мы это что-то брали, да? 15-20 сливопателем месяц, круглый год, и вот тебе будет счастье. А это вот у них награждение было. Там Люба Емельянова, Лидия Трофановна, Наташа Муратова. Наташа Муратова, Москва. Я вообще девочка. Да, Емельянова вот такая прикормленная. Вот. Хорошо. Шашляться, что ли? Шашляться теперь? Так, хорошо. Вот это ответ на милопатию, у кого у девочки был запрос, и просто что вот оно есть. Ну, будет. Вот будем разбираться. С личной картой все понятно. Я еще хотела вам сегодня одну штуку показать. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Мне не жалко времени, не вашего, не своего, на так называемый коммерческий разговор. Помните, из линейки? Сначала презентация, потом коммерческая. Но я боюсь перегрузить вас. Лучше мы как-нибудь встретимся как-нибудь потом, да, через там какое-то время, и пропишем. Потому что, ну, много, мне кажется. Нет? Я же. Посмотрим, может быть, как пойдет сегодня, занято сколько времени. А как бы с новостью, главное, значит. Главное, да. Главное, значит. Ну что, поехали? Так, по три человека, не думаешь, что балалайка, это у вас уже здесь? Она вот она? А, может, идите ко мне, три девочки. Балалайка, это здесь, да? Значит, три человека сюда, Людмила Яковлевна. То есть, по один делает, по второму, третий смотрит и дает обратно. Руки пойдем вы. Записывайте всем, нам не надо их. Вы говорите, что у нас есть и что-то в декорстве. Мы с вами с вами, как это все, давайте узнаем. Спасибо. Внимание. Три человека. Один делает, второй, третий наблюдает. что было хорошо Это было замечательно. 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 Электронные датчики 24 карата, что позволяет передавать информацию вашего состояния внутреннего через ладошки. На ладошке у нас, как вы, наверное, уже знаете, находятся кухонтурные точки. И это оборудование основано на знаниях китайской медицины. То есть это меридианы, а пухонтурные точки. И отражает 43 показателя, 43 точки, которые показывают наши внутренние органы. Как вы сейчас чувствуете себя? Спасибо. 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 Аура замечательная. Красивая. Что можно сказать. Что человек любит очень природу. Соборчивый человек. Интересный очень потенциал. Ореол. Он характеризует человека математического склада. Уных. Учим. 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 Математический склад. Поэтому, когда вы говорите с клиентом, вы уже знаете, человек-бухгалтер, значит, он любит точность, он любит что-то такое. Да, ну, как-то уже человек, когда человек творчит, ему можно песни петь. А здесь конкретно? А здесь конкретно, что-то на бумаге. Да, там все есть, все есть, и я вам давала. Ну, а теперь рассказываю. Скажите, пожалуйста, у нас есть у вас проблемы с этим, как вы, как вы ходите в туалет? Регулярно лежите. В туалет, скажу, хорошо, но вот подживодочное у меня, да, такое вот. У меня есть, кстати, вот отрыжка воздуха, и это, меня как бы это не беспокоит, но она... Видишь, уровень пищевого какого-то, да? Вот соки, повышенное, да? И подживодочное, да. Да, вот, видишь, какая подживодочная, высокая. А вот это очень нормальный, значит, пищечник вот в некоторых местах, ну, за счет того, что у нас... Ну, здесь вы уже должны быть артишок, все-все-все. У нас есть артишок, все-все-все. Вот, при защите печени, метеорин, декорация, буралокс. Все, что я здесь вот не делаю? Вот оно все надо, как бы, не... Вот вместо метеорина я вот, ну, эти, пенцили, мне помогают. Да. Я немножко хочу воспользоваться. Смотри, пожалуйста, работа на... Да, я туда и пошла. Поэтому... Вот, смотри на графики. А, смотри на графики, я бы смотрела, хотела бы чуть-чуть подсказать, как здесь работаю. Не болит ли голова? Голова не болит, у меня есть вот напряжение в шее такое, храническое. Может быть, это и... Вот, смотри на графики, я бы смотрела бы чуть-чуть подсказать, как здесь работаю, как здесь работаю, как здесь работаю. Вот, возвращаю, чтобы было им времена, а тем самым оттягиваю нашу энергетику, и она абсолютно... Поэтому здесь вы обязательно постарайтесь, вот, как можно, знаете, приблизиться вот к этому. И не надо, как я вам говорила, не надо акцентировать. Мы же, ну что, в общем-то, это нормально все. Хорошо, ладно, я буду молчать. Есть какие-то коллективы, которые... Конечно, вам все удобно слушать, и мы говорим, а нас уже поправляется по-русски, немножко родиться, и сейчас... А, девочки, говорите, старый советский учитель будет. Все, что мы говорим, что все выскакивает на туалет, пока вы не пропекли. Да, да, да. Вот сейчас же запомнили, прощайся. Давай, я буду молчать. Что мы можем сюда добавить? Мы можем так же поделать массаж, да? Чтобы нам расслабить шею. Ну почему вы выхватываете шею? Ну сказала она, зачем выхватывать шею? Мы должны все последовательно идти, прислушаться к ее словам, записать все себе, все это резюмировать и выдать. И выдать. Мы должны быть сердечные сосуды, которые мы смотрели, и системе... Единственное, мы давайте так делаем. Ты сейчас говоришь, 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 я молчу, а затем ты просто скажешь на финише. В первую очередь вам необходима токус, 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 токус. Все, давайте мы вот так определимся, а так я буду долго разговаривать. Да, вы потом будете. И я буду песни вам петь все эти, давайте. Но вы же знаете, что вы с радостью. Я бы все-таки... Насчет гормонального конкурса, но сколько... Есть ли проблемы с щитовидцем? Ну, что-то... Так ощутимо? Нет, все в порядке. А что, получается, с щитовидцем? Что-то... С щитовидцем в принципе нет, она вполне сделала много работы. С щитовидцем в принципе нет, но есть ли несколько... А, здесь у нас еще много, значит, половая, стыжки, да? Ну, вот, на почечнике, да, стопопопы, на органах этой жизни. И почки, да. Он и лес, уже с тобой. Нет, вселенная целая. Да, да, почечнике. Ну, давайте теперь резюмируем. Это вы будете ужасать. Это будем, да. В первую очередь, чтобы вы назначили. Вот, в первую очередь. А дальше уже не будем это все говорить. Однозначно очищение в ЖКТ. Зачем очищаться? У нее все хорошо. А у нас, если человек первый раз пришел, то зачищение это... Да почему? Нормальная, красивая женщина, волосы хорошие, все хорошие, зубы прекрасные. В любом случае, это про нашу прожитку... Нет, надо... Почему высокие пищеводы поджелудочные? Дополнение же можно, нет? Конечно, конечно. Вот, пациент сказала, мне беспокоит пищеводка. Это у нас, и когда мы по графикам показали, что пищеводка завышена. Значит, мы будем все направлены на пищеводку. Да, а вот это вот, всем очистка, это вы выбросите из палопы. По ЖКТ конкретно, не у всех, извините, болезнь. Здесь просто посмотрите, какая аура, что, чего. Да, очень интересные ноги. Спросите, у вас есть автомобиль? Да. Она скажет, есть автомобиль. У вас наклонность к парикозу. Но это вы научитесь, это очень много нагрузок. Это цвет лаванного автомобиля. Что? Ну, закислена система. Чуть-чуть, закислена. И опять же, вот этот белый цвет, который говорили, что тоже мало. Конечно, пить куды надо. Ну, куды, все хорошо. Так я, резюмируйте, скажите, пожалуйста, что у Людмилы в первую очередь? Я буду сошлась от тропичного театра. Да. Для чего? Это как раз и все, что у вас прошлое, вы ее вам ждете. Что местно можно назначить? Вот мы назначили, допустим, мусорозащиту печени, мы назначили там флоромакс, метеорин. А что местно мы можем порекомендовать человеку, чтобы исправить вот это состояние в ногах? Она водитель, она за машиной сидит. Что мы можем ей просто порекомендовать? Веселенькое, хорошее. Веселенькое, хорошее. Правильно, правильно. Крем для вен с маслом лимона. И лимон прекрасно будет так же очищать соли. А его как, на солны или на боли? На все. До вот этой части. Это, кстати, для меня открытие. Я вот рассказывала, что я, как раз, на этот крем не знала. Спасибо. Хорошо. Хорошо, спасибо. Все, спасибо. Теперь давайте убирайте эту ауру. Как мы ее убираем? На часики, на листочек. Правильно. И следующий. И погружаем часики внутрь, чтобы правильно уложить руку. Следующий. А теперь кто будет? А теперь кто меня смотрит вниз? Она садится. Я опять? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Кому ты я к тебе пришла? А подождите, а кто пришел? Я молчу. Давайте мы вдвоем. Я пришла. Да. Я пришла. Да, здравствуйте. Как вы сейчас чувствуете? Красиво. Ой, вы знаете, не плохо. А мы повторяем вот то, что... Все, вот пришел пациент. Все, клиент. Вы знакомы с Сарой? Нет, я слышала где-то там далеко, давно, но и... Нет. Ты у Сара представляешь собой... Как вот оборудование или как оно? Это прибор, прибор, прибор. Рассказывай. Что это такое вообще? Чудовище это. Для чего? Приборы, этот прибор, это изобретенная Мартина Грубера, немецкая. Принцип работы нашего оборудования через электроды, датчики, он считывает с нашей ладони. Принцип работы через акупунктурные точки, состояние, наше состояние внутреннего корпуса. Можно снять? 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 Прибор очень чувствительный. Сейчас необходимо снять все металлические часы, кольца, сережки. Можно снять все металлические часы, кольца. Можно снять все металлические часы, чтобы снять все металлические часы. Садимся в локоть, спиня прямая и вкладываем локоть у нас лежит на столе, чтобы все прикасалось. И это рукой мы накрываем, чтобы немного прижимаем. Садимся в локоть. Садимся в локоть, спиня прямая и вкладываем локоть, спиня прямая и вкладываем локоть. Садимся в локоть, спиня прямая и вкладываем локоть, спиня прямая и вкладываем локоть. Садимся в локоть, спиня прямая и вкладываем локоть. Садимся в локоть, спиня прямая и вкладываем локоть, спиня прямая и вкладываем локоть. Сейчас она пусть попьет воду. А почему, я не знаю. Убирайте графики, стирайте графики. Нет, а что вас беспокоит? Коленные садятся. Я готова. Стирайте графики. Прям ух. И они, да, вот вниз, которые падают, это значит человек перевод. Ну нет, энергии, да, он переводновался и зажим. Успокоиться надо, ничего страшного. Сделаем дом, вылетел. На каком креме это бывает? С виноградными листьями и еще добавится лимон, масло фирменное. Включается. Видите, совсем другие графики. Абсолютно. Ты смотри сюда, тебе отключать это надо. Выключай. Нажимай на часик. Все. А когда здесь идёт сна, когда начнёт сидеть, вы уже разговариваете с ней? Нельзя, ни в коем случае. Мы просто погаучимся как-то. Вы начинаете говорить. Любишь природу. А почему сейчас? Меня нет. Вот клиент, надо назначение, меня нет. Любишь природу. Я её сейчас пытаюсь заново познать. Я бы так сказала. Я её люблю, но я о ней забыла. Здесь вот то, что вода, то это скоро. Но я сегодня мало пила, потому что с утра попила воды, а кофе попила и поехала. И вот сейчас... Тут, конечно, мы щеки тянем. Шипы уже, конечно. Но это занятие. Поэтому шипы. Давайте сейчас. Вообще я воду пью. Хорошо. Просто вот сегодня получилось. Послушаем. 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 Тракт. У вас есть проблемы? Ну, нет. 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 С желудком, в принципе, всё нормально. Вот, конечно. Здесь вот немного повышенная. Ну, это, ну, повышенная. Почеводие. 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 Печень. Печень. Печень вас не беспокоит? Нет. Нет. Лид Митрофан, ну, мы же учим. Мы же... Меня нет. Меня нет. Смотри... Надо сделать включение. Меня нет. 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 Вы есть. Как? Но без Вас? Что ты сделаешь? Вот ты когда шутишься, она скажет. Беспобы, девчонки, не бойтесь, говорите, пока что попало. У меня внимание на где высокий уровень энергии, но это не значит, что, допустим, именно там проблема, так как наш организм там ни за того пищевода, ни за той печени. Как я вас учила? Смотрите всю систему в целом. В этой системе ЖКТ у нее проблемы. Почему энергия органа повышена, а человек, говорите, о здоровье? То есть таблетки у меня никакие не употребляют. Понимаете, история, как я говорила, работает по принципу детектора ЖКТ. То есть очень тонкие энергии, которые видят заболевания за 3-4 недели. Вот, еще вот это. Не принимаете, кстати? Нет, не принимаю. Не принимаю. Это если... Вообще сейчас таблетки эти нечистки не принимаю. Нет. Вот я... Смотрите, пожалуйста, я увидела стопы. Есть. Меня действительно как-то стопы немножко беспокоят. И колено. Может быть здесь... А что у вас с гормонами? Очень хороший вопрос. Как раз у меня здесь... Есть проблемы с гормонами фоном. Я сейчас занимаюсь. И может быть на фоне этого... Какой-то воспалительный... Наверное, есть у меня гормонами фоном. Здесь надо все-таки поработать немножко с гормонами фоном и попить какие-то 40, потому что вы еще девушка молодая. Поэтому можно добавить еще сюда механизм молодость, которые, в принципе, и помогут вам... Скажите, пожалуйста... А разве будет что-то усваиваться при таком состоянии печени? Нет. Нет. Для печени, а для чистки печени с гормонами нет. Нет. Поэтому надо же что-то направлено сделать человеку. Не спроси. Что он может быть лекарства какие-то принимал? Может быть, сматри какие-то принимал? Не может быть просто вот так вот желудок высоченный? Какие-то симптомы-то все-таки, наверное, есть? Что? Вы должны разобраться в этом. Не просто... Не просто... Как это? Как рука высоченный? Как рука высоченный? Точка-то все-таки... Ну, на крючке... Задавайте... Вот, например, откройте желудок, вопросы желудка. Открываем их там. На этом желудок. Сдвинь, правда. Вот, и давайте задайте вопросы человеку. Нет ли у вас изжоги? Изжоги нет. Боли какой-то там нет. Неустойчивый стол. Да, вот бывает там, да, и так, и так, и так, и так. Все вроде бы сегодня нормально, а завтра не очень нормально. Завтра... О чем это свидетельство? Скишевизм на рожение... Скишевизм на рожение... Лекарства. Понятно. Надо функционально разбирать. Это сложно, конечно, все. Давайте дальше. Какие-то назначения, посмотрите. Ну вот, видал плюс, нигенол, нигенол, это у нас 4 равно 3. Скишевизм на рожение. Ну, возьму... Ну, возьму... Ну, возьму... И есть, я... Рейф, ароматер, сешок... Вот, это... А что Viva Beauty дает? Ну, сейчас нет. Нет, нет. Первичина для печени, почистить печень, это постановить, да. Ратишок, ратишок, экстракт будет похож на чекона. Ну вот сделайте просто, вот, зверь, пожалуйста, чтобы играть в первичинстве. Вот в конце обязательно вы должны сказать, в первую очередь вам надо вот это, потом вот это, потом вот это, а потом ко мне прийти. Повторное сделано. Сколько у вас есть средств, чтобы... Знаете, ну сейчас в связи с пандемией, со всеми этими кризисами, я не очень располагаю, что хотелось бы что-то, если что-то меня беспокоит, тут в большей степени, да, целенаправленно на какой-то воздействовать орган или, да, что вот есть, ну, наверное, может быть, в месяц, я готова, тысячи три-четыре. Вот, ратишок, начнем с ЖКТ, все нервные связи в животе находятся, в первую мозгу, вот, почистим печень, а потом посмотрим, если вы идете на... Ну, конечно, мы совершенно все по-другому, конечно, вы понимаете, девочки, вы выхватываете вот так, какие-то, вот там высоко, надо вот это, вот это высоко, а надо видеть вот эту всю систему. Ну, вы понимаете, не выхватываете, а чтобы человек ушел, ему на всех системах было хорошо, а для этого вот именно нужно посмотреть, это надо разобраться. Это как в строительстве проект читать, ну, то есть, как вы видите, на поверхности какие явные проблемы, а чтобы, конечно, научиться читать, нужно практиковать. Ну, конечно, 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 и сначала, как вы говорите, знать системы, знать, что-то еще... Да все, да, физиология учили, анатомия у человека, хотя бы приблизительно уровень школы, хотя бы, где находится какой орган, почему у человека кори глаза и так далее. Можно я попробую? А, все, да, мы на мне закончили. В общем, печень чистила, и ЖКТ приводит в порядок для того, чтобы гормональный фонд... Он придется в пятницу ко мне, КТ, мы посмотрим, что там изменилось на себя с ним. Хорошо, спасибо вам большое. Покажите мне, пожалуйста, ну, это вы уже, когда у вас будут приборы, мы должны графики эти оставить у себя в компьютере. Для этого у нас есть такая функция, да. Сейчас сохраняем? Ну, именно. Я запомнила. Ну, сейчас все просто, здесь все понятно. Здесь, понимаете, нас очень много. И тут судить о том, что это... Но то, что вот реально, как вы показали, стопы, вот, действительно, коленные, потому что я вот на коленнике нахожусь на данный момент, прямо вот сижу, прямо на коленнике. А его не надо снимать? Нет, у меня даже там ничего нет такого. Но все равно он же... На коленнике в течение дня носится, на ночь снимаем обязательно. Нет, если при измерении, да, дальше он не надо. Вот, и то, что у меня, вот, ну, с печенью, она может быть действительно перегружена за счет того, то, что у меня сейчас препаратов много. Ну, и в Ассановских именно. Ну, здесь надо тоже... А питание какое-то? Нормальное питание. Мы лиза не ем жареное, не ем жирное, не ем пирожное, не ем булки, не ем... Вчера я съела печенье, потому что я была голодная дико, я налопалась четыре штуки печенья, потом я съела, что там какой-то конфет был, еще там что-то еще, вот. А так я, как бы, стараюсь не позволять с этим вещью. Но самое главное понимать даже, начиная с ШКТ, вот понимаете, в общем, смотрите, не придирайтесь к этому графику. Общая картина графика. Смотрите кишечник, смотрите желудок, смотрите печень. И проводим взаимосвязь, так, да? Все взаимосвязь, да. Задаем вопросы, как то, что, чего. Не помните, которые по пунктам. Но это, если вы будете каждый отмечать, вы будете сидеть с ним два часа, он устанет, я вам дать считание. А вот на сердце. На сердце. Если вы занимаетесь, занимаетесь, может быть, тоже просто эмоционально. Стресс. Они уже все. Все трое, все? Нет, я еще не проверяла. Ну что, я хочу провести прием. Давай, конечно. Нет, 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 я еще раз. Убирай. Потом я нажимаю на кнопочку. Часики. Да. И на листик. И опускаем опять. Часики. Да, опускаем. Часики. И владеться для вас. Начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как добрались? Вы знаете, пробки такие на улицах? Ну, ничего, слава, все хорошо. Давай, как говорим, что вы быстро нас нашли. Вот. Вы вообще знакомы с Био Плюсаром? Что это? Вы слышали о нем? Мне подружка рассказывала, что есть такой паразм, она проходила сегодня, но толком она объяснить мне не смогла, что я... Вы знаете, сейчас в связи с тем, что мы все беспокоены здоровьем, да, Био Плюсар, это какое-то чудо, которое изобрела еще давно в Астере Марте Крубе. Это диагностический препарат, а прибор, который на минуту, знаете, можно проверить в своих оргах. То есть крон у нас на ручке, на стопе и на ухе есть аккордонные точки. Вот с помощью руки у нас есть 43 точки, учитывая энергетическое боли вашего органа, 43-е. То есть, по мне вот интересно, он никаким образом не может нарушить? Нет, он вообще, прибор совершенно бедопасен в использовании. Это раз. И аппарат видит энергию, исходящую от вашего органа. И мы будем рассмотреть, где у вас какие-то новые проблемы. Нет, это какое-то, на самом деле, чудо. Мы сейчас с вами посмотрим, да, на водичку. Давайте мы с вами снимем все упрошения. Вот, что нам понадобится для измерения наших энергетических. Так, ладошечку. Ладошечку. Чисто ручки помыли. Что мы с вами делаем? Мы с вами делаем локоточек. Кладем, чтобы он у нас нигде не свисал. Я вам сейчас помогу, потому что это все дело такое. Кладем. Вот у нас точечки. Мы с вами должны попасть. Сейчас мы попадем с вами. Вот так, вот так, вот так. И на ребро. Не давим. То есть аккуратненько все. Ручкой своей перекрываем, потому что я с вами рядом нахожусь, чтобы мое биополе не попало в пар. Не давим. Спокойненько дышим. Думаем о природе, о погоде, о море. Это займет буквально у нас минуту. Нажимаем часик. И потом мы с вами через минуту получим красоту. Я мстепану не чувствую себя. Да, я на обучении. Что вы с вами видите? Ой, какую красоту у вас получили. Да, можете набирать ручку. Водички выкрую. Здравствуйте. Это хорошо, я тебя аудио подошу. Да, конечно. Просто я не послал. Я не пришла. Я же вот сейчас могу пока понять. Сначала по водичкам. По водичкам мы пили мамы. Вы, наверное, много сидите. Не много сидите. Скажем так. Я, наверное, стала сидеть последние несколько недель. До этого достаточно много пекала. Но, скажем, проблема у меня с венами, да. Есть это, потому что у нас сейчас у всех, в принципе, такие проблемки сушились. Мы мало двигаемся. Мы ездим маршрутку, мы ездим. Мы за рулем у нас как машина. Вот такое дело. Да, водички мы пьем маловато, мы уже как говорили. Вы очень любите природу. Так, что мы посмотрим. Вы не волнуетесь случайно? Ну, скажем так, легкая доля волнения, конечно, присутствует. У нас с вами сердечко немножко. Да, оно у всех, наверное, сейчас сердце работает. Оно просто сушится. А сосуды у вас нормально. Скажите, пожалуйста, как обводится дело с головой? Вполне себе регулярно, да. Все, все темно. Хорошо. У нас печеночка. Ну, где-то была проблема. Ну, это мы поправим. Сгрутия, метеоритчиков, подъем с вами. Вот, и вообще, кстати, скажите, пожалуйста, как вы вообще располагаете у наций? Ну, это ненормальный вопрос, потому что у нас сейчас 3, я готова. Так, хорошо. Что у нас больше всего беспокоит? Это давайте мы с вами печеночку. У нас все проблемы, как бы нам нужно, зашлаковывая. У нас более такой организм. У всех мы, современные люди, едим. Печеночку почистим с вами артишоком. Ультразащита печени тоже подойдет. Что в первую очередь? Печеночку, артишоку я назначу. Пожалуйста, убирайте, ведь секунду слова. Печеночка. 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 Хорошо. Я бы назначила для печени. Почистили мы с вами чуть-чуть печень. Не чуть-чуть, а потому что артишок – это чудный препарат совершенно. Вот. Артишок. Метеорин. Что вот это помогает? У нас с ЖКТ все хорошо. Все хорошо. Да, что у нас? Все, что у нас? Все, что у нас? Печень, вот, печень, вот, печень. Вот, вот. Смотри, печень. Вот, артишок. Ультразащита печени. Нигинал, он вообще не это масло черного. Метеорин. Может, вам вместо метеорина, масло, шенка, эфирмена, мёд? Ну, и мы, ребята. Да, мы, ребята. И мы, ребята. Можно, да, вот, консультант получить? Получается, я вот сейчас делаю, резюмирую, что я говорю, дорогая моя пепелька. Мы с тобой сейчас с вами, с тобой, смотрите, почистим в первую очередь печень, потому что она, вот, завышена органами энергетически. Для чего? Для того, чтобы дальше решать, какие наши задачи и проблемы, чтобы было впитывание лекарственных препаратов лучше. Сначала мы даже, вот, и у нас и показано на графике, что в печени. Нет, мы назначим артишилы, мы назначим ультразащита печени, мы назначим, потому что у нас всё в порядке, который максимум не будет, потому что всё хорошо. Хорошо, так, и на область печени я бы ещё назначила крем-темьян. Мы наносим на ладошечку водичку, капельку, горошинку-темьяна и на область печени, чтобы её противовоспалительные процессы какие-то снять. Вот, а потом, тогда уже, после того, как вы всё пробьёте, всё сделаете, вот это, что мы с вами назначили, мы с вами встретимся через месяц. Скажите, а мне вот сейчас очень сильно напрягает, что у меня почки ещё в таком же состоянии. Почки? Почки, если вы не испугались, вот, почки нас заставляют. Почки как сердце могут так реализовать? Почки как сердце могут так реализовать? Ну, на почке, почки, у вас они, в туалет, вода у вас не задерживается в организме? Ну, отёчность, наверное, да. Бывает? А именно в период ПМС или в общающихся? Так, ну это у всех. А сейчас у вас как методы предместруального синдрома? И всё закончилось. А, закончилось. И всё равно, так, отёчность вас беспокоит в период, в обычные жизни, в обычные дни. Ну, мне бывает, скажем, отёчность какая-то на лице, но, скажем так, да. Да, это нашла мягкость, и вот, а, почечки. Да, сейчас мы посмотрим с вами почки, точнее, это не просто по-фальски. Минута осталась. Ну, вот, почки, почки смеются. Вот. Ну, вот, бузина. Бузина. Нет, но тоже экстракт-рефотовый косточек, то есть бузина, она будет способствовать. И ещё мы, помимо того, что назначили, мы назначаем подпитку в жидком виде бузину чёрную. Пятёрки всем. Всё, 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 да. ну первое что обратная связь рассказывайте что понравилось что в чем были сложности у вас конечно ваши ощущения личные ваши ощущения очень интересная уверенность даже если ты не знаешь о чем еще пока говорить нужно говорить и конечно а вот эти подсказки по вопросам большая в чем была сложность тогда чем было сложно понимаете что это больше ничего не сделаешь ангелин ты у нас рассказывала понимаете это просто тренировка все увидите хорошо значит смотрите чтобы сейчас были спокойны и не держались мари владимировна за эту штуку и не торящились в этот экран значит смотрите в офисе здесь у меня всегда стоит биопульсар на нем работают или врач или самый провизор или то есть или больше никто наверное вот они вдвоем работают основном но что мы можем сделать если нет допустим мил яковлевна нина кузьминична со своим аппаратом или по каким-то причинам вам прямо утром проснулись и решили так мне надо сходить и вот посмотреть это все еще вот или себя посмотрит даже или там кого-то там просто потренироваться на нем чтобы не забыть куда чего тыкать вы звоните игорю и говорите игорь чтобы вот не совпасть по времени да вот в такое-то время в такой-то день можно я приду чтобы он уже мог машина лапс у маши сохранится где-нибудь на той неделе мы два ноутбука да игорь починим надеюсь что починим чтобы вы привязать и вы сможете тренироваться в идеале это конечно со спонсором но уважаемые спонсор уважаемые учительки прошу умоляю вас не рассказывайте ничего без запроса вот пусть они показывают что они делают сами как только они вот это сами понаделают и делают ошибки просто пишите даже не исправляйте сразу просто пишите как только от них запрос вот тут не получается все тогда пройдет информация а иначе это теория попадает потом девочки всех касается в чем мы увлекаемся еще особенно мы давно работающие но и все уже давно живущие хоть сколько-то живущие мы начинаем рассказывать очевидные вещи надо воду пить потому что надо дышать воздухом потому что над гулять движение это жизни волга впадает каспийское море и вот человек который пришел посмотреть что у него там вот это вот он слушает который в интернете всего навалом и вообще везде все слабы на этом все нам всем кажется что вот это знаю только я вдруг он не знаете ему сейчас расскажу избавляйтесь от этого совсем прям как только вот пришло а поговорить прямо закрывайте и про него любимого так это я сказала это скажите кто свободен днем работающие здесь есть где-то на службу в другом месте или вам вас можно приглашать на обучение днем или утром но не все кто не может поднимите руку раз два три елочка горит значит я вам пригла я вас приглашаю во вторник в четыре часа например сможете давайте так может а зуме вы тоже в этом самом не посмотрите у нас надо будет практика и я хотела еще коммерческий разговор вам дать потому что там надо час там нужно час и еще посмотрите услышите просто мои рекомендации попытайтесь вот эту неделю каждый день кому-нибудь писать личную карту здоровья во первых вы будете ориентироваться уже прайс легко и непринужденно где что находится вы уже будете запоминать по какой программе какие продукты но вы не будете вот так вот сидите учитель по это это невозможно а когда в реальном в реальной жизни вот это будете писать у вас будет очень хорошо укладываться почему это важно ориентироваться в прайс-листе вы знаете что в прайс-листе во первых вот эти первые буковки это название завода ну ничего себе это что значит это значит пришла маривана кто угодно пришел и вы говорите вот этот флакончик сделан александр аматик и уверенными тут вот написано е александр аматик ты можешь посмотреть в интернете ты можешь так теперь 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 чего еще коммерческий разговор который я вот сейчас личную карту здоровья ребенку своему маме родителям всем деткам бабушкам то есть просто составьте посмотрите вы потом выберите что нужно но и покажите причем смотрите что здесь важно сейчас самое важное скажу что очень многие лидеры мои мои менеджеры но все мы как бы на это упраздняем мы же я уже написала их там тысячу ключей буду здесь расписать четыре цифры сразу вот сразу напишу прям вот как ты зарегистрирована тебе вот по этой цене будет тебе уже будет вот по этой цене я вам вчера говорила любой почему я сегодня хотел коммерчики любой коммерческий разговор начинается с высшей точкой иначе это не коммерческий любую чтобы вам не назвали вы всегда хотите чуть-чуть подешевле ну потому что любой покупатель хочет дешевле любой продавец вот понятно поэтому все четыре цифры в личной карте важны вы пишете это дома а человеку показываете он видит все наименований чтобы взять вот еще должно быть зафиксировано мне написали абсолютно все что рекомендовал доктор я беру все что он рекомендовал это все вообще там на сто пятьдесят тысяч рублей но у меня получилось на шесть тысяч в месяц допустим пять-шесть тысяч месяц и вот эти цены и тогда внутри у человека удовлетворение от того что вот как бы я швейцарским продуктом абсолютно и все проблемы взяли мани не только там вот желудок чего вот все абсолютно и я сейчас начинаю себя поддерживать по всем программам и всеми продуктами это супер важно для человек смотрите умница а нет и додаешь прекрасно и иногда буду натыкать Я не тщательно, не созвала. Замечательный вопрос. Значит, смотрите, ребята, после первой встречи главная задача, главнее ее вообще, даже если вы как попало сделаете первую встречу, только вот эмоционально вовлеченно. Вот как попало? Самое важное, что может быть, это вторая встреча быстро, чтобы она состоялась в течение трех-четырех дней. Мы раньше это делали дайджесты, так называемые. Кто подписался, в течение недели приходит на дайджест, мы им даже карты не выдавали, дисконтные карты, и мы рассказывали, как пользоваться, зачем это нужно. Значит, волшебные 72 часа, которые информация держится, вдохновение, а потом она начинает угасать, да, это первое. А второе представление, человек ничего не знает. Он пришел, он посмотрел, он послушал, ему понравилось, он даже купил. А если там втюхиватели есть, то он купит по-любому, да, он купил, он приходит домой. Как вы думаете, он что-нибудь помнит? Что-нибудь помнит? Например, как вот обратная связь была, там тут вот золото есть, и надо вот вести себя прилично. Все. То есть он эмоционально вот включился, он больше ничего не помнит. Он идет весь восторженный домой, а дома там ты сидишь. Там сидит кто это? Я купила на 5 тысяч или на 10 тысяч пивасан. Это сколько, сколько? 10 тысяч. Ты что, ты что, с ума сошла? Тебя кто там развел? Как лохушка тебя там, ты-ты-ты-ты-ты. И человек начинает теряться. Ну, хоть расскажи, что это. Ну, это, что он расскажет? Это так здорово, как хорошо пахнет, так что в отряде. Вот с этим он живет. Вот, хорошо. Дальше я звоню подружке, чтобы она меня поддержала. Знаешь, я вот там была, в Швейцарии, это такое. Ой, ну вообще, ты как всегда. Тебя опять, что ты взяла, что это Швейцария. Я даже не буду разбирать причины. Они могут быть совершенно разные. И то, что, как ты что, теперь туда будешь ходить, а кто со мной в баню будет ходить? Или там, ну, причин много. Или такая умная, я дура, а я тебе когда-то предлагала, ты не пошла, а теперь ты хочешь, чтобы я... То есть, причин море. Не будем сейчас это разбирать. Поддержки не будет. И дальше она ставит, рыдает, и она уже забыла то, что вы, потому что вы были в одном числе, а дальше ее близкие, все ее послали. И если ей нужно зачем-то прийти второй раз быстро, то вы становитесь на одну сторону баррикады. Почему? Она отдала деньги, она приняла решение, и она хочет подтверждения, что она это сделала правильно. Понимаете? Если первый раз мы на разных сторонах баррикады, мы продаем, она покупает у нее деньги, то в этот раз, второй раз, мы на одной, и вот тут она слушает по-другому. А у нее есть вопросы, как пузырек открыть, и почему вот это помогает, и вопросы задает, и ответы получает. И вот эта вторая встреча супер важная. И тогда ей нужно самой себе доказать, правильно, я все-таки сделала, что купила. Ей нужно. А мы ее в этом поддержим. Для этого мы ей говорим, сейчас мы назначаем вот то, что есть, но я вам напишу личную карту здоровья. Помните, самое обаятельное, привлекательное, когда она Абдулову бросила? Ой, да вам, бери, пожалуйста, у меня их, я керосине отмачиваю, резинки. А что я Василию сказала? Ну, вот это ты не должна была говорить. Вот этот секрет должен быть только у тебя. Теперь он сам сможет отмачивать эти резинки. Это пока должно быть только у вас. Потом, потом, потом. И вот когда он перечислят, и тогда, ну, вам вот интересно было бы, если бы вы не знали, как это делать, я говорю, я вам программу напишу. Если муж даже попросился. Я вам программу напишу, и я вам, вы придете за ней. И дозначаете конкретную дату и время. Значит, матерные слова вот в этом. Созвонимся? Вообще забудьте это слово. Вы меня понимаете? Только конкретный звонок. Завтра в 8 удобно, в 9 удобно, я тебе посвоню, узнаю. Открылось все там. Или когда тебе будет удобно, это тоже неправильное слово. Разумеется, когда вы выбираете время, когда тебе будет удобно, но в конкретное время или или. Если просто, ну, звони, когда ты там будешь свободна, нельзя этого говорить. Никогда это не. Или я всегда здесь. Приходи, когда хочешь. Никогда. Опять, никогда. Да. То есть, только конкретные вот эти вещи назначаются. Да? И чтобы им было интересно прийти, чтобы за ними зачем-то приходили. Обязательно надо что-нибудь куда-нибудь дать. Вот. Так, Дань. Извините, что я могу... Гал, спрошу, спрошу, Мады. Вопрос. Есть ли какие-то ключевые предложения, фразы о том, когда человек вот пришел, а там Петя сидит и говорит, Димаша, ну ты вообще сумасшедшая. А она, ну что ты, ты где власть купила, да? И она говорит, а я купила... Нету. Нету. Да, она может это сказать, а может вообще промолчать. Она, ну что мы ей скажем? Ты когда придешь, у тебя пошлют... Что она заполнена? Что она заполнена? Невозможно. Почему она должна прийти второй раз? Что ее заполнило? А, личную карту здоровья это я принесешь. Что? Без нее, как бы, вот, вы можете пить, как попало, все равно будет лучше. Все равно будет лучше. Но мы же хотим получать результаты. Вон тебе волшебное слово. Это швейцарский дорогой парад. Спасибо, Ревмера. Это швейцарский. Пока вы до последней капли это не выпьете и правильно. Ответь микрофон на мою сестру. Я с ней 20 лет не могу справиться. Да? Первое, что спасибо Галине Кирилне, потому что у нас был офис в Юго-Западном, у нее в офисе, она окнами занимается. И она слушала Галину Кириллу, Галчанскую, и сказала, ты знаешь, помогло. Я говорю, да ты что? Не прошло и 10 лет тогда было, а как вот тебе помогло? Вот. Это обычное дело родня. Родня так реагирует. А когда она пришла сейчас к Лиде Митрофану с жутким бронхитом своим, она и сказала, в одно и то же время, пять раз в день, написано две ложки, две ложки пьешь, написано вот столько, столько пьешь. Вот. А человек совершенно не организован в своем здоровье. То есть здесь все важны установки, четкие, конкретные установки. Так, ну и напоследок у нас Олеся, да? Олеся, выходите, снимайте намордник. Олеся доктор. Вот. И она, ну рассказывайте, что вы там нашли. Три минутки вашего времени мы займем. С вашим поговорим. Где ты сам делала и нашла в истории создания. Где нашла? Ну так, знаете, конечно. Слышите, пожалуйста, пожалуйста. Я люблю писать. Порошки, пишите. Ой, это же нет. Не отпускаю. Это рефлексограф и микроинтерметр. То есть препарат для измерения электрического сопротивления с поверхности кожи на рефлекторных точках ладони левой руки. Основан вот этот метод на теорию агруппунктуры, рефлекторных точках лимбиана, на методе фолик. Это заключенный, который называет, что организм, это целостная система, у каждого органа есть свои индивидуальные колебания, частоты колебаний или вибрации. И вот воздействием током электронной частоты, силы, мы можем определить, соответственно, состояние этих органов и систем. Если происходит отклонение этих вибраций, это может приводить, говорить о том, что есть какая-то проблема, привести к дальнейшему заболеванию этих органов и систем. И вот, получается, в 1953 году впервые установил взаимосвязь между состоянием биологически активных точек и, соответственно, внутренних органов. То есть, есть проекция каждого органа на поверхность кожи. И в 1967 году был создан первый амперметр, микроамперметр, Адаменко, Керли, там два Керли, она была, наша жена. В дальнейшем уже, вот, когда Фоль вместе с Вернером в 1953 году разработали этот новый метод инструкционной диагностики, тренили клинические практики, они проводили многочисленные испытания. И только в 1989 году, когда это уже применялся метод в Европе, совет министров СССР одобрили уже на повсеместное применение и внедрение клинической практики. Вот так. Через два часа. Спасибо большое. Во-первых, смотрите, что в этом ценно во всем этом. То, что это может человек любой позволить, приходить, ты можешь посмотреть об этом аппарате в интернете. То есть он мне не по словам его взяли, может быть, не посмотреть, да? Вот. И по вибрации, ну, это вы можете в интернете найти, но сколько не смотрю, столько она меня поражает. Вибрация человеческих эмоций знаете, да? Так. Есть частота вибрации, в чистоте. сердечная любовь, сердечная любовь, 150-я любовь, сострадание, то, что мы сейчас делаем, Единство, опор 4, сердечная благодарность, 140 и выше, великодушие, благородство, может 6, но все-таки больше на эгоистические, да, на эрк, типа, взгляды. Любовь умозвительная, ну, симпатичная, что-то, 50. Благодарность, 50. Приятие, 46, и соответствие, 38. А вот теперь смотрите, что мы делаем, своими неулыбками, унынием и прочим, прочим, и прочим, и прочим, и шутами. Горе. Помнишь, там, 250 и так далее, горе? 0, 1-2, и 6. Вот, нисколько. То есть, мы сами себя наземляем совсем, да? Страх, то, что сейчас делается, 0, запретая 20, до 2. Обида. Почему мы говорим, отпускайте обиды, 0,6, и до 1, и 9. Ложь. Показать правильно? Раз, тридцать, тридцать, а то, так. Возмущение, 0,6, ложь 0,7, разгрожение 0,9, вспышка ярости 0,5, вообще, гордыня 0,8, дневник, почти перечисляем смертной лифы, да? Пренебрежение, пренебрежение, всего полтора, века, превосходство, 1,9, сомнение 1,9, да, Аня, само, и жалость, жалость, 3, то есть, когда мы жалеем человека, вот как бы говорим, это мое горосходство, это любовь, да? тяжело. Поэтому улыбайтесь, смейтесь, радуйтесь, ловите себе вот эти эмоции как можно чаще, не получается улыбаться, растягивайте куда-то, хотите, и что хотите. значит, встречаемся, встречаемся, значит, семена и линии, лет 60-70 лет, как только мы начинаем просаживаться, тем, что у нас соответствует энергетику, мы же самое страшное, что мы ее начинаем с детей, с отца. И со всех, после лет, которые лет, почему это, да, наши годы, да, вот вопрос, может быть, не по теме, но, вот смотрите, есть ли такие, какие-то, вас плавили, что-то еще для поддержания своих энергетических сил? Ты делаешь вперед, шаг, а тебя тащат люди назад, два назад, ты, и ты, значит, смотри, вот, вот в этом справочнике про каждое масло, которое пишется, первый справочник меня привел, я чуть не ушла, что-то. Думаю, бред какой-то. Ну, 22 года назад, и тут написано, я вот не знаю, есть ли здесь духовная мотивация, там было прям отдельной строчкой, духовные мотивации, почтемент, мужественность, и так далее, мята, способствует, коммуникации, чтобы не было спорта, ну, и так далее. Я читаю, думаю, бред какой-то. это почули, который снимется, почти все масла. Почти, почти. Все нам нужно нормально. Все масла. Ваши масла, это то, что вам очень, знаете, да, эти прикольства, нравится, не нравится, выражает. Если это захлёт, спасибо Кирьянову, который вам задавил, это просто, вот было, я говорю, это вообще мы можем подклинуться, быстро, он поставит легко. Можно. Да. Простите, правило. Вот у меня рабочее давление, оно чуть-чуть пониженное, да, вообще, в среднем. Я захлёп, как вы говорите, слышу, и лан-жу-лан. Мне прям, вот я могу нос поставить кустрём, я сижу, мне так хорошо, мне так здорово, но оно же понижает, ни одно масло здесь, ни одно масло, вообще, ни одно заправление, если они не будут резко делать изумно. Если это маленькое количество, то, как написано, это всё мне не должен. Если это маленькое количество, если и лан, значит, он будет как-то фиксировать, налаживать, он не помизит. Конечно, если вы вольёте сверху, не знаю, как си на ведро, снимайте по-другому. Но, смотрите, сколько, вот мама, мама моя и так, где небесная, вижу, поднимается давление, я не сразу давала по-другому. Могла дать тому, что я всегда занюсом. Допустим, 180, я и капала вот что-то и лан-калан, здесь мажорей, 10-15 единиц, не больше, во-первых, больше куловок. 10-15 единиц, это я прямо накапывала кустрюки. А если вы протухаете, там оно у вас как низкое, оно у вас ничего не сделает. Конечно, там ниже, чем ваше. А я не заранее, масло. Но вот здесь, ребята, вот это у вас пальцы, леча, почему? По каждому маслу. Почему? можно раздать. Что мы делаем сейчас? Значит, можно раздать сейчас подарки, подарки. Во вторник в 4 часа. Опять успеете? девчонки. У меня в 5 достанчиво это не стоит. Нет, на 5, на 5. А в любое время, да? А в любое все такое. Я вообще свободна. Ну что, в 5 часов? Во вторник 5 нормально? Во вторник 5 нормально? Нормально. А в пятницу, девчонки, а в пятницу? нет, что это удивишь. смотри, даешь, что такое дело. Если смотрите, во вторник в 5 часов не было дохода. Я вот шел в вопрос, но вопрос отвечает. Мне надо показать вопрос. Это час. Да, это час. Ручки была у нас и записать много. Вам нужно обязательно вот эта книжка. Не обязательно, прайс обязательно. Прайс обязательно. Только прайс, да? И мне нужно вам показать промежу или нет, что мы еще просмотрим из-за линейки, что там и как. И ваши вопросы. И вы расскажете, что вам во вторник это через завтра, сегодня завтра. Кому вам удалось позвонить? Кому вам удалось предложить? Хорошая фраза на обучающих платформе, но везде она есть, и именно обучающих. Томас Бердли, 7 занятий, 7 роликов, вы можете просто по нему читать, учиться, учиться, учиться и учиться. Я его пересматриваю несколько раз. Хотя, когда он только его готовил, я уже их издала. Он рисовал на нас как-то спрингер партнер, как он меня назвал на 20-летие. Спаринг. Он сказал, вот тут у меня есть человек, которого я хочу поблагодарить. Спаринг партнер. Я все же весь зал на меня оборачивался. Тьфу, если отчет, с каким волком-то. Ну да, ну оказывается вот так, тренировка такая вот. И мы смотрим, я пересматриваю несколько раз. потому что тут забыла, тут не вспомнила и что-то какие-то речи, которые дают. Вот так есть одновременно вопрос. Не просто ты приходи, я тебе и так далее, и так далее, вопрос как звучит. Если я тебя приглашу на мероприятие мое, да, и запишу тебя, ты придешь и тогда уже тут появляется общение. Если я дам тебе эту книжку на днях, ты ее будешь читать? И когда у человека говорит, он должен что-то ответить, или не давай тебе. Когда тебе становится все понятно, что ему оно не надо. Потому что легче всего люди скажут, конечно, чьи-то, потому что это смог, а ты тут познадишься. Поэтому вот это если я тебя приглашу, если я тебе дам, ты это прочтешь, ты придешь, тебя это заинтересует, снег, но нет, до свидания следующего. и внимание, если у вас сейчас в голове есть три человека, с которым вы можете обратиться, скорее всего, они не придут. первое, что вы должны будете сделать, это, конечно, уже другое обучение, если вы хотите, я его проведу к вам. Это списки. И не первые три, а внимание, 100 и более, как про герцог. И не меньше, 99 уже не работает в голове. 100% это 100, цифра 100% это целая, единая, 100. И если вы позвонили, они пришли, доплевать, не пришли и не надо. Если вы три написали, все три не пришли, все, там было три, у меня было 100%, и все трое, все, кого я приглашала, не пришел. А вот их 100 три, ну, например, это первое. Второе, из каждого, кто пришел, вы должны вытащить рекомендации, приглашения и так далее. Потому что вот эти 100 кончатся, а у нас задача из каждого из 100 вытащить его знакомого. и вот вам вярк сам на фокус. Это 2. Это 2. Третья очень важная вещь, запомнили, да, что было первое? Сколько? 100 и больше, меньше, ни в коем случае. И третья самая важная, задача, нам не надо убедить каждого в том, что я прав, где вас хорошие, то есть один будет сперта. Каждого, кого встретил, не возможно убедить, если у него там свои какие-то вещи. Нам нужно найти из этих 100, из этой дальнейшей толпы свои единомышки. Тех, которые думают так же как я, те, которые так же хотят. Еще раз. Каждый, кто встретился, нам не нужно его удовить, чтобы он все-таки дошел. Это нереально. Он может быть, как моя сестра и многие наши родственники пришли через 10-20 лет и показывать пальцы. Нам важно найти. Понимаете разницу? Да, да. Вот я с ним разговаривалась, пришла, чего-то понаделала, кучу времени с ним масса раздела, а он говорит, нет. Сколько железа нужно, что я себя сдавлю, сколько то нет. И я начинаю. Так? Если нет, нет, следующий, пожалуйста. И тогда меньше нервов, меньше времени, меньше сил. И понимаешь, что не может быть всех то, которые так же как и я. не может быть. Поэтому нет, следующий. Следующий. И вот это понимание авто приговаривать, да? Вот маленькое, человек. Никакая, но следующая. Аня, вот это ощущение в основном состоянии. нет этих 100 человек. Значит, за 27 лет, которые в бизнесе, да, еще вот этот бизнес. Я это слышала даже уже миллион раз. Я сама говорила это потому что если я скажу, у меня столько нет, ну если что нам где здесь, не оправдывайте девушка. Это даже я не занимала прав. Кстати, я это бывает. Значит, смотрите, они есть. Одноклассники, одноклассники, одна не знающая чего-то. В магазине и педикюрша, маникюрша, санкетник, у них кстати жены есть, и дети тоже есть. И зарабатывают они чашки, очень прилично. Поскольку то есть хороший вопрос. Аня, не работают и работают и работают. Кстати, вы знаете, что цифра в прошлый момент того, что заказано. После войны в Вьетнаме и наоборот в США пришлось предпринять огромное сентрение психологического включая обучения. Почему? Выяснили, психологический портрет резиновый человек на войне и в росте его. И человек с серой мышкой идут в чудесах радости. И там огромное следование. Они, конечно, пришли к тому, что людей можно всему обучить. С кого начали с обезьян? С моря взяли в бараболете и получили 10 обезьян учили мыть вода, сладкие картофель и перепидывать. Короче, там за 21 день, вы знаете, 21-24, там, любая прибычка, 72 дня формировалась. Помните, наше санаторие 24 дня. Сначала ты вечер создаешь, 24 дня закрепляешь, потом это станут твои наторием. Что значит 21-24 дня собрали эти все вокруг грязной кислоты, эти моря. Закончился, отпустили природу, взяли вторую группу, третью, потом наоборот посчитали сзади и в результате этой лаборатории должны отключить 10 дней по 10 обезьян. И на время прикрыли этот проект. И тут прошла новость на Атолах, где не было этих обезьян, ни слим, ни слим, ни слим. Стали появляться обезьяны, которые, невзирая, что про меня скажут, шла и мыла этот ботат, а все стаянно на нас. Это обучение взрослых людей. Я просто в моей свете занимаюсь обучением взрослых людей. Это называется эффект сотой обезьяны. Вот раз тебя поставили два послать. спасибо, Миншеский, если осталось. Аминсекционный проект это полтора 2% выхода. Поэтому просто сопоставим с терпением и не думал обезьяны. И спасибо, что сказал мне вначале и не потратила время. Вот у меня был совершенно шум. А это свидание. А точно что? А, на другом обезьяны, обезьяны, да, то есть каким образом это просто информация? И Григорь начало там чего-то. Спасибо, Майдан. Спасибо. Ну что, вам небольшая подача сделать каждому. Тут было про три человека разговор, что три больше нет. регистрации. Вам такие вот на геокурсах маленькие ячки. геокурсах поздравляю. с окончанием такого значения для вашей будущей профессии тела, которое вы уже, вот я считаю, сильная, настолько способная звук, я вам просто восхищена. Вот. Поэтому я вас поздравляю с окончанием, но это только начало. И хочу вас поздравить и поздравить организатор. В первую очередь Лёна Васильевна. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ее организацию. У нас технический бог. Технический бог. Технический бог. Идите сюда. Хорошо. Еще. Еще. Вот это неозакновенная возможность вам потребуется. Я быстрее не расставлюсь. Она нужна для вам определенная и леда стратеги для мальчика. Поэтому любым приемлемым меня все покажет. Поняла. Все покажет. Все прикрыться. Вот. фотографируйся на среде. Все прикрыться. Да. Так расскажите. Пожалуйста. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...